всем привет друзья с вами варчик в этом видео хочу с вами поговорить про десятилетие world of tanks огромнейшее событие которое происходит в игре и уже здесь самом начале вы таки задумались чё где кого происходит какое огромное событие поскольку если зайти в игру честно говоря вы ничего не заметите обычная картошка обычный ангар ничего интересного все обыденно и просто никакого восторга и лоска ничего нет такого ты просто нажимаешь в свой привычный бой кнопка на месте конченые бои в рандоме на месте и ты такой думаешь а праздник понятненько главная задумка разработчиков в чем в том чтобы вернуть нам какие-то воспоминания которые могли у нас отложиться за 10 лет играя в картоху какие-то громкие события и так далее задумка казалось бы великолепно 10 лет для игры это довольно таки продолжительный срок но что мы видим на деле что мы можем для себя оставить и что нам должно эти воспоминания и ностальгию подарить во первых они в магазине в клиенте игры добавили раздел где можно купить какие-то там наклеечки на танчик и камуфляжики на танчики причем камуфляжики на премиумные танчики видимо кроме прям танков вспоминать больше не о чем за 10 лет при этом они за 10 лет все устарели либо их переделали они превратились совсем не в то о чем мы помнили на некоторых конечно стареньких прям танчиках еще можно поиграть но воспоминание уже совсем не те потому что игра совсем другая и ты нажимаешь в бой сейчас и каждое нажатие в бой не дает тебе никаких ощущений никакой ностальгии только каждый раз ты вспоминаешь что было лучше по геймплее чем сейчас вот принципе все при этом даже в этом самом магазине которые добавили на десятилетие world of tanks видно что про игроков не побеспокоились поскольку если вы не захотите покупать эти картиночки на танчик а захотите их потратить на что-то нибудь другое эти медальки которые вы получаете за просто нажимания в бой и выполнение обычнейших ежедневных заданий которые мы выполняем уже лет 500 то есть ничего нового картошка на 10 лет не придумала ты просто нажимаешь убой за обычное задание получаешь какие-то там медальки педальки какую-то там новую валюту виде каких-то там говно жетончиков и потом в новом разделе магазина тратишь эти жетончики либо на камуфляжики и наклеечки на танчик либо на инструкции так вот картошка не побеспокоилась про игроков потому что если вы захотите купить инструкцию на танчик они там стоят в основном по 20 этих жетончиков а у вас допустим 1000 их то вы будете каждую инструкцию покупать отдельно и каждый раз вам будет уведомление выскакивать что вы купили инструкцию надо нажать да то есть надо сначала нажать что вы ее купили потом выскочит окошко что вы ее действительно купили потом надо опять еще раз нажать и такую процедуру вы будете проходить после покупки каждой инструкции по одной которая стоит 20 этих жетончиков и клацать вы будете очень долго нельзя было в 2020 году сразу купить пачку инструкции ведь тогда бы я не получил ностальгию я бы не получил каких-нибудь тех сокровенных тайных воспоминаний про былую картошку какая она была классная вот так разработчики и беспокоятся про нас чтобы мы получили удовольствие что еще разработчики приготовили нам на десятилетие world of tanks раз в месяц на неделю включают какое-то там событие сначала они сделали у дочек неделю можно было пипикать в рандоме я ни одного раза не бибикнул и вокруг меня в рандоме люди честно говоря за все время я там один или два раза слышал то есть видно что им тоже особо бибикалки эти ни к силу ни городу я честно говоря вообще не понял ездить неделю пипикать в рандоме это воспоминание чего воспоминание того чего не было никогда в игре чё это за бред для детей следующее событие это добавление общего чатика в игру к слову которым тоже особо то и не пользовались пишешь ты в этот общий чатик а там никто ничего не пишет люди во первых не знают где там чё кого включить как в него писать люди не умеют многие пишут в свой чатик своей команды и не понимают как написать в общий потому что люди либо уже забыли как переключиться на общий чатик либо это новые игроки которые и не знали как туда переключаться и в целом ностальгии не получилось из чатиком потому что он был мертвый туда никто ничего не писал многие уже за годы просто выключили этот чат потому что там один бред и опять это событие провалилась и никаких ощущений не дало просто очередной раз картошка напомнила что она еще что-то угробила в игре из последних событий чё там было какие-то штурм тигры сколько у них 8000 хп ездят друг другу фугасами по 1000 сносят и носятся как сумасшедшие я ни разу в это не играл я типа очередной раз не понял это воспоминание о чем мне должны вообще кого этого тоже не было в игре что я должен был праздновать в неделю штурм тигров в картошке десятилетия world of tanks каким образом ездить как психопаты фугасами туда-сюда по 1000 стрелять что это вообще за бред такой что это за события которые только негатив вызывают и очередной раз ты вспоминаешь что картошка где-то обосралась за эти десять лет какого-то эффекта празднования я вообще не ощутил напишите в комментариях может быть я как-то неправильно реагирую на эти события может быть у всех игроков все норм один я на это смотрю со стороны думаю что это какой-то бред напишите вы в комментариях как вы относитесь к этому десятилетию world of tanks потому что у меня это вызывает только негативные воспоминания и в принципе видно что разработчики не особо это старались также у себя на канале разработчики добавили серию видео и постепенно еще добавляют как разработчики сидят там дома на веб очки и общаются про какие-то там события которые наполняли компанию wargaming в течение десяти лет но и игру world of tanks в частности сидят рассказывают и некоторые моменты которые я смотрю просто рука лицо особенно мне понравилось там где панков говорит что до патча 90 мы выпускали чё попало игроки это кушали и всему радовались абсолютно всему что добавят в игру и тут оказывается что иногда игрокам что-то не нравится у меня есть подозрение что после того патча где они обосрались и был рубикон они поняли что даже рубикона не пережили и можно дальше лепить чё попало мне кажется они не сделали выводов из того урока который игроки им преподнесли а урок был в том что если игру гробить то игроков рано или поздно терпение заканчивается и разработчики могут заметить что игра покатилась в одно место сколько еще должно пройти времени чтобы опять у игроков терпение закончилось неизвестно вот сидим ждем еще на фоне всего этого батл пасеки проходит абсолютно скучное событие где ты просто нажимаешь в бой копятся очки на танчики и за счет этих очков набиваются уровне за каждый уровень дают награды как и любое событие в картошке ты просто нажимаешь в бой и события проходятся само по себе абсолютно не интересно вся беда в том что все картошки на механике они направлены на то чтобы ты нажал в бой и после этого боя что-то получил какую-то фигню но работы в самом бою картошка вообще не проводит никакой они давным-давно уже не занимались своим геймплеем вот в чем беда а там проблемы просто жесткие как уже говорилось многими балансные правки и в принципе мелкие изменения в игре они должны происходить постоянно но картошка вообще ничего не делают только картинки донатные в игру добавляет никакого положительного эффекта на геймплей от этого нет вообще только клиент игры становится все толще и все честно говоря это празднование world of tanks какое-то вообще убогое я праздника никакого не ощущаю вообще даже более мелкие события в игре замечались мною лучше все это создавалось интересным ангаром которые тебе каждый раз когда ты в игру заходил напоминал об этом каким-то событиям каким-то марафоном хоть что-то было заметно и даже какой-то там маленький подарок в виде маленького низкоуровневого танчика тоже люди замечали многие конечно вывыкали и продавали сразу не играя на нем но хоть что-то в общем сейчас в картошке нечем заняться хотя вроде как грандиозный праздник 10 лет игре а игрокам предлагается только в бой нажимать а в этом самом в бою никаких благоприятных улучшений и комфорта игрокам не было добавлено сам бы варчик играть красиво всем пока